Будем зажигать все остальные свечи. Я сейчас прочитаю благословение, которое читается на зажигание свечей. Теперь первую свечу мы зажигаем за правительство, благодаря которому мы здесь, в России, можно смело отмечать праздник Ханука. Вы видели, что огромные подсвечники ставят, огромные хануки ставят в Москве на площади революции, в разных крупных городах. И мы, евреи, слава Богу, уже не боимся этого. Все знаете, что евреи жили всегда как-то так со страхом, и в подполье, и так далее, и особенно в 30-е годы. Все, я думаю, это помнят, или, по крайней мере, читали в истории. И вот наступил момент, наступило время, когда можно спокойно отмечать в томе национальности, открыто, не стесняясь, не боясь. Поэтому первую свечу я предлагаю зажечь представителей правительства Ивановской области. Николай Андреевич, Ваше право. Ой, что я делаю? Я ставлю сюда, Вам даю вот эту служебную, и вот зажигайте вот эту свечу. Красную, да. Есть. Отлично. Теперь мы берем служебную, ставим на место. Вторую свечу мы зажигаем в честь старшего поколения, которое, слава Богу, передает нам традиции, иначе мы бы маленькими ее детьми не знали, что происходит. Фирпан, можно вас пригласить за старшее поколение зажечь свечу? Вторую. Так всегда за старшее поколение. Евреи старшее поколение очень ценили. Я только два слов просто скажу. Вы в зрелом возрасте уже? Да, 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 в зрелом возрасте. Когда входили, пока... Знаете, я вам пару слов скажу. Когда пожилой человек входил в комнату, в Талмуде написано, все вставали, все. И не обязательно это мудрец входил. Мог войти просто старый человек. Везде записано, что почитать старых пожилых людей. Вот.